хорошо мы изучаем мы изучаем ворота молчания до врата молчания молчание очень хорошее качество и сейчас она пообъясняет как именно надо молчать виды молчания пишет он так языку легко говорить а вот нужно сделать его тяжелым не позволяем много говорить вот это главное номер один я поставил три восклицательных знака потому что на этом ошибается очень много людей и вот эта вот вещь она является причиной многих споров конфликтов ну то есть это такое прям конкретное зло которое человек просто делает не замечает пишет автор этой книги слышишь что другой говорит молчи жди пока он закончит потому что мишли 18 глава 13 отрывок при можете выписать это и прям ходить пока не запомните отвечающий прежде чем выслушает глупость это его и стыд получается что смотрите вот человека человек например с вами разговаривает он хочет вам что-то сказать и вы его перебиваете прежде чем выслушать и говорить ему что-то свое в ответ вы не замечаете начать он в этот момент что ему сказали я тебя не вижу я тебе не слышу я тебе не даю место то что ты говоришь не важно а вот то что я говорю это важно я в этом мире важнее тебя типа помолчи так часто родители в детстве они ребенка своего просто прибивают незаметно потому что они не дают его место ребенок говорит медленно не ребенок хочет высказаться родители ему не дают высказаться у него это копится внутри и она потом может выражаться в психических заболеваниях в травмов в полная стена отсутствие общения с родителями и так далее теперь взрослый человек который не дают другому договорить значит сказал царь самон что тот кто говорил прежде чем выслушает глупость это его и стыд что такое семейные конфликты семейные конфликты это когда идет монолог двоих одновременно и оба не слышат друг другу если бы один выслушал другого не обязательно соглашаться но дал бы ему пространство вот это и сказал бы я тебя слышу я тебя понимаю я понимаю твою позицию то половина контракт все конфликтов ушла бы до людям нужно чтобы это просто право человека быть услышанным если мы это право не дают то тогда человек он в этот момент то есть его обижают этим и тот кто так делает это глупость его и стыд того кто так делает обратите ли себя внимание очень много людей на этом ошибаются я тоже часто в их числе потому что мне кажется что я уже понял что я вам сейчас все быстро сам расскажу это огромная ошибка никому не нужно человек который говорит ему не нужно вас слушать если бы он хотел вас слушать он бы замолчал раз сейчас говорит он хочет высказаться и лучшее что вы можете сделать в этот момент выслушать его дальше он пишет так что тот кто привык молчание избегает многих грехов лести насмешничество злословия лжи сквернословия проклятие потому что если его ругают и проклинают а он отвечает ему добавляют вдвое как сказал один мудрец что я слышу плохое себе и молчу его спрашивают а чё ты молчишь если тебя ругают а если я отвечу меня в два раза больше будет ругать опять он нам приводит такой как лайфхак да если глупец спорит с мудрецом а мудрец молчит то в его умолчание содержится важный главный ответ глупцу какой-то этому содержится из из-за молчания мудреца губец страдает больше чем если бы тот отвечал ему и об этом сказано в книге притчи царя сломона 26 глава 4 отрывок не отвечает глупцу по глупости его то есть я конечно сожалению раньше в молодости это не читал и я очень любил спорить его из этих споров я мало кого переубедил но было мне много конфликтов с людьми и в за 25 лет семейной жизни если бы это понимал не было бы конфликта лучше не спорить лучше понять позицию другого ты не обязан с ним соглашаться ты не обязан делать так как он сказал ты даже не обязан ему сообщать свою позицию да ты понял его позицию да как стивенкове говорил это навык высокоэффективных людей что чем должен на первое место поставить понять начали понять а потом быть понятым и строить отношения по принципу вин вин и очень часто если человек задумается и действительно захочет понять другого услышать его понять его позицию то он избежит множество 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 сложных ситуаций в жизни дальше пишет он такой еще третий плюс от молчания что человеку который молчит можно доверить секрет если мы больше доверяем значит к нему будет больше доверия ему смогут больше сообщить во первых когда ты дающего пространство то он сразу не в не начинают говорить есть люди которые говорят медленно когда ты молчишь и даешь пространство человеку то из него начинает выходить из кого-то это очень медленно до происходит у кого-то быстрее дальше сказано так что есть еще очень простое преимущество молчания Значит, сказал царь Соломон, тоже 18 главе притчи царя Соломона Что жизнь и смерть во власти языка Своим языком человек может натвориться страшнее, чем своим мечом Тысячу лет назад написана книга Мечом человек может кого-то повредить ему рядом с собой Языком может прямо далеко Особенно сейчас можно языком и через весь мир выступить, сказать что-то И через весь мир можно кому-то повредить Поэтому он пишет, в Талмуде есть такое выражение Что два глаза данный человеку, два уха, две ноздри и один рот Представляете, здесь было два рта еще, два рта могли одновременно разговаривать Это было бы вообще Очень шумно было бы, мы жили бы в очень шумном мире Дальше написано Трактатья вот, пертья вот Сказано так, что Ограда для мудрости, семка как маштика Ограда для мудрости, молчание Мы уже знаем, почему ограда для мудрости, молчание Потому что в момент, когда ты молчишь Ты можешь понять, услышать, подумать Задать вопрос Ты можешь даже запомнить Ты можешь даже Массу вещей ты можешь делать, когда ты молчишь Но когда ты говоришь, ты можешь делать одну вещь Говорить А в это время ты не можешь ничего То есть ты То, что выплевывает, оно не принимает Поэтому Говорящий человек, он не слышит И поэтому нет смысла говорить одновременно Потому что оба не слышат друг друга Просто это можно показать, что я тебя не слышу Можно это показать и по-другому сказать Я тебя не слышу А лучше что? Лучше услышать То есть лучше один раз услышать Понять Дать договорить до конца Лучшее лекарство молчания Говорит трактат Медила Если человек молчит, он может наблюдать за своими мыслями Если он наблюдает за своими мыслями То он может сделать то, что сделал как раз Николай, по-моему его звали Сыкин Можно набрать в гугле Настрой Сыкина Он говорит, я могу Изменив свой внутренний диалог Я могу Значит Своими словами исцелять Себя И он начал Написал Прямо целом У него была книжка Настрой Сыкина И он С помощью слов Он исцелился полностью Увеличил все свои органы Стал трижды Он, по-моему, доктор наук Разной науки Он Очень многим людям помог То есть мы видим, что Молчание Позволяет Отследить Свой внутренний диалог Потому что Несмотря на то, что человек может молчать Устами Но В голове он не может молчать То есть это Это абсолютно нереальная ситуация Когда человек внутри молчит И если ты чуть Помолчал вслух То есть ты не Не выражаешь свои мысли Но ты при этом наблюдаешь За своим внутренним диалогом Ты можешь его регулировать И менять Пишет автор этой книги Но иногда Молчание вредно Как написано Отвечай глупцу по его глупости А то он будет прав В глазах своих То есть Царь Соломон Сделал очень удивительную вещь В притчах Он поставил рядом отрывка Это 26 глава И там идет рядом два отрывка В одном написано Не отвечай глупцу По глупости его А то И объяснено Что будет Да Ну то есть Что будет хуже Он в два раза больше будет Тогда Возмущаться Если ты ему ответишь По глупости его Но дальше пишет Царь Соломон Отвечай глупцу По глупости его И тоже объясняет А то он будет прав В глазах своих Это как раз Почему я ответил Если бы например Я встретил бы Индивидуально Какого-то дурака На улице И он бы мне сказал Вот там Что-то нехорошее Про мою футболку Я бы Даже ему ничего не сказал Сказал Мужчина Вам к врачу До свидания Даже это не надо было бы Говорить Я вообще бы ничего не ответил Это было бы умнее Может конечно Я бы и ответил На уровне Если бы он сразу Зацепил мой Рептильный мозг Рептильный мозг Бей беди замри То у меня была бы Реакция может быть Сразу бей Беди Ну вряд ли бы я замер Потому что я бывший Бегун И хулиган То я бы скорее всего Может быть Если бы Но если бы я оставался В рациональном состоянии Когда я помнил Слова царя Соломона То я бы С ним бы лучше было бы Вообще ему никак Не отвечать И уйти Но Написано Ответь глупцу По его глупости А то он будет прав В глазах своих Ведь когда человек Пишет комментарии В ютюбе Его же комментарии Читают другие люди И он пишет Ну какую-то позицию Абсолютно неправильно Ну это глупо Сейчас Нападать на Америку Совершенно глупо Сидеть Кушать там Пить кока-колу Кушать Биг Мак Смотреть интернет Смотреть компьютер И нападать Что Америка враг Америка никакой не враг Есть политики Которые между собой Враждуют Нету врагов Народу Нужно Кока-кола Биг Мак Мясо Хлеб Зрелищ Во все времена Во всех странах Народу нужно Хлеб Зрелище И спокойствие Это то что нужно народу Политикам Которые борются за власть Им нужна война Потому что вся борьба за власть То есть лезут к власти В каждой стране Именно вот такие вот Властолюбивые Воинственные Люди Которые Любят воевать То есть они Иначе они бы не лезли во власть То есть они Пока человек долазит До вершины Этой пирамиды власти Он Перегрыз горло Уже там Двадцати соперникам Он То есть К сожалению Во всех странах У власти Люди Которые любят воевать Теперь Когда они Внутри Например Это выгодно им Чтобы внутри Удержать власть Тогда они Начинают воевать С кем-то из соседей Чтобы народу сказать Смотри Я остаюсь у власти Я же тебя защищаю Теперь Это Первая причина войн Это внутренняя Борьба за власть В каждой стране Тот Кто сейчас Хочет захватить власть Он может это спровоцировать Он может позвать Соседние страны Наоборот Чтобы они Напали Чтобы захватить власть Пообещав Что я отдамся Значит Ну Как бы Так всегда было В Израиле Когда пришли римляне Их же кто позвал Было внутри Две группировки Которые воевали В Израиле За власть Две тысячи лет назад И одна из них Позвала римлян То есть В принципе Все вот эти вот Ну Большинство конфликтов Между странами Это когда Кто-то внутри страны Кто борется за власть Зовет внешне Чтобы они помогли Победить Вторая причина Это Человек Который захватил власть у себя И он ее полностью Уже захватил Захватил Он хочет дальше А он не может остановиться Почему миллиардеры Никогда не останавливаются Они никогда не останавливаются Потому что У них внутри Включена программа То есть У них есть программа Хочу денег И он знает Как заработать Раз он первый миллиард заработал Он не остановится Это его сущность Он машина По созданию денег И у него есть желание Поэтому он заработал И у него есть Какой-то навык Которым он зарабатывает дальше Миллиардеры не останавливаются Теперь люди власти Они тоже не останавливаются И он залез Когда он залазит На эту вершину власти у себя Он дальше хочет Ну он уже все же На вершине горы А остановиться не может Он лез Всю жизнь на эту вершину Он лезет дальше Вот вторая причина Вон между государствами А народ Это тупо Быть Разменной монетой Вот в этой вот В этой вот Битве эго Правителей Потому что народ Всегда Их вот так вот берут Просто и говорят Смотри Ну в общем Все что скажут То народ и хавает СМИ Средства массовой информации Элита Которая Если она не будет Поддерживать правителя Значит Их всех сразу Чики нету Потому что Тот кто залез Во власть Он же Он у власти У него армия У него полиция У него служба безопасности И все Но я это не говорю Про политику Я сейчас говорю Как работает мир Как работает вся система Дальше нам Авторы этой книги Советуют Как То есть Если ты все-таки Решил противостоять Глупости И ты решил спорить Например Если видишь Что глупцы Глумятся над словами Мудрецов Не смолчи Ответь Укажи им На их ошибку Чтобы они Не были правы В своих глазах Теперь Если видишь Что человек Совершает преступление Протестуй И упрекни его Но как протестовать Сказал царь Шлумо Кроткий ответ Отвращает гнев И сказал он Так же Мягкий язык Переломит кость Поэтому приучи себя Разговаривать Кротко И мягко Не будь привычен Разговаривать Жестко Даже Когда ты С кем-то Пытаешься Увещевать Его Спорить И Говорить Говори мягко И Кротко Вы знаете Вот это Вот мне надо было Тот же текст Сказать неагрессивно Если я его сказал Неагрессивно То его бы услышало Намного больше людей Вот именно Когда ты Споришь Вот тут надо Как раз Быть не агрессивным А спокойным Вот это очень важная вещь Такая Которую надо Обратить на это внимание То есть если вы хотите С кем-то там Переубедить кого-то Или повлиять Ни в коем случае Не переходите на Агрессивный тон Потому что Агрессивный тон Снижает ваши шансы Переубедить И увеличивает шансы На На увеличение Градуса конфликта Дальше он говорит Дальше он говорит И думает всегда о том Что язык глупого Сокрушения ему И уста его Семь для души его Это 18 глава 7 отрывок Притчах И дальше Царь Самон Приводит Вот один из любимых Отрывков Который нужно Прямо написать Вокруг себя Значит Кто хранит Уста свои И свой язык Ашумер Пив Велошено Шумер Мицерот Навшо 21 глава 23 отрывок Кто хранит Уста свои И свой язык Сохраняет Ответ Душу свою И лучше Молчать Чем говорить И лучше Дождаться В компании Когда тебе скажут Говоришь Что ты молчишь Чем если бы ты говорил И слова твои стали Для друзей Тяжелой ношей Значит Нужно стараться Следить за тем Чтобы слова твои Никого не устудили Понапрасну И не обидели Случайно То есть можно Обидеть человека Случайно Это тоже Очень важная вещь Например человек Говорит Просто Какую-то Ему кажется Нейтральную вещь Которая вообще Никак не Не должна Никого обидеть Я случайно Раньше Говорил Ну какие-то вещи Мне казалось Что это очень смешно Да Про Ну про женщин Я шутил Знаете Как-то вот было Ну я вырос Тогда В спортинтернат Шутили Подшучивали Над женщинами Над это Было раньше Это модно А сейчас Совершенно женщины Пошли другие И я Узнал Что например Моя дочка Ну она уже выросла Вот этот феминизм Там Права женщин То есть Сейчас женщины Другие Совсем Молодежь И для них Это совершенно Для молодежи Для подростков Это Ну однозначно Запрещенная тема Когда унижают Там женщин Или Ну есть вот эта Дискриминация Я когда это узнал Я понял Что я случайно Там на протяжении Ну долгих лет Даже Случайно Мне казалось Я шучу Но я обижал Свою дочку Что я делать В общем В жизни не хотел То есть Очень важно Подумать Что когда ты Говоришь Даже казалось Бы тебе нейтральные вещи Могут кого-то Сильно Обидеть Все дорогие друзья Всем удачи Успехов Спасибо Всевышнему Спасибо Автор Что мы Учим Тору И мы Устаем Очень полезные Важные вещи Спасибо вам Что вы приходите На вроке Поддерживайте Нашу Платформу Икра И что есть Возможность У многих Морик Людей Постигать Божественную Мудрость И делать Жизнь Свою И близких Лучше Все До завтра Спасибо